Понимаете, это же бесконечный спор. Запрещать проституцию, разрешать проституцию – это самая древняя профессия. Она существует вопреки всему. Инквизиции, всем страшным гонениям – всё это есть. Было, есть и будет. И когда мы не можем победить что-то, мы должны возглавить. Я бы давно сделал это профессией. Официально разрешил, вёл перечень профессий рабочих. Ну, профессия. Но это открывает огромные возможности контроля. Контроля государства над действиями тружениц этого фронта. Они официально регистрируются. Они платят налоги, помогая бюджетам местным, что немаловажно при том количестве проституток, которые сегодня работают. Не знаю, насколько точна эта цифра, но приводилось, что в Москве работают там несколько десятков тысяч проституток. Вы знаете, я вот шёл, у нас здесь стоянка перед домом, и под стекло автомашин рекламные такие цветные книжечки с адресами проституток, телефонами и так далее. Так вот, посмотреть только одну такую книжечку, и становится понятным, что эта сеть борделей, мини-борделей, больших борделей, покрывает всю Москву, до самых до окраин. Сколько же должно трудиться проституток на этом фронте, чтобы такой густотчайшей сетью покрыть всю Москву? Так это же не только Москва. В любом городе России это есть. Петербург, гостиницы, частные дома, в квартирах. Это везде. Ну, давайте бороться. Но мы видим, что победить это невозможно и не нужно. Во многих странах мира это всё разрешено. Но тут решается ещё одна задача. Вы понимаете, если они зарегистрированы, это официальная профессия, они обязаны проходить медосмотры. Это сокращение всевозможных заразных заболеваний венелических. Гигиена, труда совершенно другая. Надо ли разрешать порнографию? Да нет же, конечно. Но порнография существует. Значит, должны быть отдельные журналы. Во многих странах мира выпускаются эти журналы. Порнографические журналы. Порнофильмы, да? У нас в России по телевидению идёт ночной канал. Он порнографический. Он не эротический, он порнографический. Но он востребован. Значит, нашли возможность после 12 пускать вот этот эротический канал по телевидению. Значит, если есть желание как-то это всё облечь в какую-то достойную форму, это всё можно сделать. Я абсолютно убеждён в том, что если невозможно что-то победить, это надо возглавить.